До конца рабочей недели продлятся восстановительные работы на подстанции Ява. Энергетикам потребуется дополнительное время для ее ремонта. Из-за пожара на подстанции Вологде были выведены из строя крупные объекты электротеплоснабжения. Какие меры необходимо предпринять, чтобы в будущем ситуация не повторилась, обсудили областные и городские власти. Подробности смотрите далее. Последствия аварии на подстанции на улице Промышленная ликвидируют уже третий сутки, демонтируют сгоревшие ячейки, приводят в порядок территорию. Завтра энергетики планируют доставить на подстанцию распределительное устройство, замену для сгоревшего оборудования. Затем предстоит его полностью укомплектовать и подсоединить кабели. На все это требуется дополнительное время, поэтому сроки восстановления подстанции переносятся с 11 на 13 января. Такое решение приняла сегодня специальная комиссия во главе с заместителем губернатора Виктором Рябишиным. Это серьезное оборудование, с электричеством, с энергетикой не шутят никогда, и мы не позволим никому шутить. Мы говорили, два-три часа туда-сюда, берете сутки, нет проблем. Но 13-го должно быть включено. Напомним, ЧП на подстанции произошло рано утром 8 января. Здесь вспыхнул пожар, который вывел из строя четыре крупных трансформатора города. В зону отключения электроэнергии попали 12 промышленных предприятий. На сегодняшний день возможности электросети позволили запитать только одну из них – Влагутский мясокомбинат. Он подключен по резервной линии комбината хлебопродуктов, работающего от подстанции «Восточная». Благодаря грамотным действиям энергетиков и оперативного штаба по ликвидации последствий аварии, в который вошли представители различных ведомств, областных и городских властей, на предприятии были созданы условия для работы на пониженном режиме потребления энергии. Это позволяет выполнить объемы, заложенные в нашей программе. Остальные предприятия остановлены, но оборудование от экстренного отключения не пострадало, находится полностью в рабочем состоянии. Для запуска производства ждут только завершения ремонтных работ и выясняют причину аварии. Напомним, она не только обесточила ряд предприятий, но и вывела из строя 11 котельных, работу которых восстанавливали в течение всего дня. Сейчас власти обсуждают, как защитить систему электро- и теплоснабжения города от повторения подобных ситуаций. В летний период в план закупок будем включать приобретение источников электроснабжения, разрабатывать мероприятия для обеспечения возможности их подключения к схеме электроснабжения котельной. Оперативно поступающая информация – это тоже важная составляющая. Ключевым звеном здесь должна стать единая дежурно-диспетчерская служба города. Ее работе будет уделено особое внимание, заявил мэр. Проводить регулярную воспитательную работу с диспетчерами предприятий на предмет несвоевременного сообщения информации о нештабных ситуациях, инцидентах, авариях. Ситуация показала, видимо, эта работа проводится, может быть, недостаточно регулярно или, может быть, недостаточно жесткая. Работа единой дежурно-диспетчерской службы будет усилена и с технической точки зрения. В центре установят резервный генератор, позволяющий работать при перебоях с электроснабжением. Оборудование уже закуплено, его монтаж поручено провести в кратчайшие сроки. Анна Богачева, Александр Спиричев, Михаил Протасов, Вологда Портал.